Первый день нерабочей недели подходит к концу. Улицы краевой столицы в этот понедельник были непривычно свободными. И уже за это можно сказать спасибо ковидным каникулам. По данным сервиса Яндекс.Карт, Краснодар был зеленым в утренние часы. Сейчас баллов немного стало больше, но по-прежнему дороги далеки от обычных 8-9 баллов, какие были в это время в другие дни. Краснодарцы все же дома не отсиживались, на улицах много прохожих. И это несмотря на то, что в эти дни приостановлено проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры. Предприятия общественного питания работают ограниченное время с 6 утра до 11 вечера. Самоизоляцию в эти дни обязаны соблюдать только невакцинированные жители старше 60 лет. За этим следят полиция и казаки, которые патрулируют улицы города. Напомню, антиковидные каникулы действуют в крае до 7 ноября. Нерабочие дни введены не просто для того, чтобы отдохнуть и провести время с друзьями, а для того, чтобы меньше контактировать с другими людьми при поездке на работу, например. Сидя дома, вы разрываете цепочку заражения. А это необходимо делать как можно быстрее. Ведь только за прошедшие сутки в крае коронавирус обнаружили у 286 человек. Только в краевой столице заразились чуть больше 60 жителей. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, на Кубани в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 110 человек, на ЭКМО – 8. Каждый день краснодарские бригады скорой помощи выполняют до тысячи выездов. Об этом сообщила заместитель главного врача по станции скорой медицинской помощи Краевой БСМП Елена Герасченко. По ее словам, такая нагрузка по сравнению с прошлым годом выросла на 30%. Число обращений достигает 4,5 тысячи звонков в сутки, большое количество из которых связано не только с коронавирусом. Поэтому работы у медиков меньше, к сожалению, не становится. Помочь врачам, да и самим себе можно вакцинации. Нерабочие дни в том числе нужны и для того, чтобы сделать прививку. В поликлинике и выездные пункты вакцинации всю неделю будут работать. Поставить укол можно и в торговом центре галереи. Какая в целом обстановка в ТЦ, есть ли очереди в магазинах и непосредственно в пункте вакцинации, выясняла Татьяна Зеленова, которая была там и утром, и днем. По всей стране стартовали дополнительные нерабочие дни. В некоторых регионах они начались еще раньше. В Краснодарском крае дополнительных ограничений доработного общепита и развлекательных учреждений нет. И мы решили посмотреть, ядрить дедово или гулять в торговом центре. На парковке достаточно свободно. Перед входом в торговый центр забываем маску. Спустимся сейчас в продуктовый магазин. Там обычно очень много людей. Посмотрим, как сегодня. Классы практически пустые. Персонал в масках. Людей практически нет, даже в тех магазинах, где обычно на кассах толпы. Из-за того, в пункте вакцинации людей уже достаточно много. Надо сказать, что на дорогах еще полчаса назад было достаточно свободно. Сейчас машин намного больше, но пробок нет. Чтобы картина была более объективной, спустя 5 часов мы вновь вернулись в этот торговый центр. Вот что мы видим. Людей стало больше, но, к сожалению, маски носят не все. Здравствуйте. Подскажите, у вас много сегодня покупателей? Нет, так как обычно. Спасибо. Спасибо. У нас по понедельникам всегда мало людей. Сегодня прям вообще очень мало. Интересно, работает ли кинотеатр? Билеты они явно не продают. Да и проход кинозалам закрыт. Несмотря на то, что посетителей в торговом центре стало больше, чем утром, многие магазины пустуют. В Краснодаре открылась выставка, посвященная достижениям немецкого бизнеса в России. Экспозицию посетили глава представительства немецкой экономики в России Матиас Шеп и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава Кубани отметил, что Краснодарский край и Германию многие годы связывают теплые отношения. Важно, что они продолжают развиваться и в сегодняшнее непростое время. Моя коллега продолжит тему. От машиностроения до сельского хозяйства. На выставке представлены яркие кадры рабочих моментов из разных городов России. Один из таких сделан на краснодарском производстве немецких комбайнов «Класс». Завод «Класс» также здесь представлен. Для нас это почетно и для нас это гордо. Потому что это, знаете, как бы мы ни говорили, это немецкий бренд, это немецкое качество, но завод, мы считаем, наш кубанский, российский завод. Вот о чем вы сказали. Это вот то есть то сотрудничество. Губернатору Краснодарского края выставку презентует глава представительства немецкой экономики в России Матиас Шеп. В экспозиции представлены порядка 20 немецких компаний. Для тех, кто пока не открыл свое производство на Кубани, есть повод задуматься о дальнейшем развитии своего бизнеса именно в нашем регионе. Ведь инвесторам здесь готовы оказать поддержку и буквально за руку провести на внутренний рынок. То количество немецких брендов, фирм немецких, которые здесь представили свои экспозиции, они работают в России, но хотелось бы, чтобы определенная часть из них, и как минимум желательно больше, работали в Краснодарском крае. Я готов здесь максимально приложить максимум усилий, обсуждать, что необходимо, чтобы они пришли со своими инвестициями в Краснодарский край. С нашего прошлого встречи мы говорили про возможных инвестиций, и очень приятно, и спасибо вам и вашей команде, что мы их уже, большинство из них, отрабатывали. Конечно, пандемия – это очень сложная и ужасная вещь, но когда в прошлом году наши все менеджеры фактически здесь и состряли, и никуда могли ехать и лететь отдыхать, очень многие были в вашем краю. И уверен, раз они узнали и красоту вашего края, это тоже помогает привлечь инвестиции. Я думаю, что вот совместными усилиями, в том числе благодаря вот этой экспозиции, нам удастся увидеть, в том числе определенных представителей немецкого бизнеса, все-таки с инвестициями прийти в наш край. Мы готовы максимально помогать, сотрудничать, делать все, с точки зрения климата инвестиционного, чтобы немецкому бизнесу, да и в целом любым инвесторам было комфортно в нашем регионе. Германия в числе давних основных стратегических партнеров для нашего края. Сегодня на Кубани работают около 30 компаний с немецким капиталом. К примеру, крупнейший класс – КНАУФ и МЕТРО. Их успешное развитие в регионе является индикатором работы для других иностранных инвесторов. Немецкий бизнес и бизнес нашего края имеют давние отношения, дружеские отношения, партнерские отношения. Конечно, мы дорожим этими отношениями, мы сохраняем эти отношения. То, что реализовано – это хорошо, но нужно смотреть на новые проекты, на совместные какие-то взаимовыгодные шаги, которые приведут к общему результату. Я благодарен компаниям, которые наши партнеры, известным мировым брендам. Это наши надежные партнеры, которые зарекомендовали уже работать в крае. А самое главное, задумайтесь, более 2000 человек работает у нас сегодня в наших совместных предприятиях. И мы дальше готовы максимально создавать эмоционный климат. Это тоже очень важно для того, чтобы немецкие компании чувствовали себя комфортно. Для инвесторов, которые готовы вкладывать в наше регио. Мы очень тщательно относимся к законам, регулирующим инвестиционную деятельность. Мы за 4 года 5 раз носили изменения, создавая дополнительные условия для деятельности инвесторов на территории Краснодарского края. Только за 5 лет немецкие инвесторы вложили в экономику региона порядка 55 миллионов евро. Важно, что партнерские отношения продолжают развиваться и в сегодняшнее непростое время. Несмотря на пандемии и политические вопросы, производство работает, увеличивая долю налоговых отчислений. Кубань и Германия планируют расширять сотрудничество, например, в сельском хозяйстве. Детали и возможные проекты власти края и бизнес Германии обсудили на конференции. Сегодня наш регион особенно остро нуждается в тех инвесторах, которые будут вкладывать переработку сельхозпродукции, чтобы отправлять на экспорт не только сырье, а готовый продукт. Если говорить об инвестировании, то, конечно, инвестировать в первую очередь, возможно, в переработку. Исходя из того, что востребовано рынком. В том числе и внутренним российским рынком, и европейскими, и иными рынками. Вот в ту переработку можно инвестировать, в том случае мы будем, как не раз говорили, продавать не сырье, а продукцию. Не пшеницу, а продукцию из пшеницы, по большому счёту. Не мясо, а продукцию из мяса. Не молоко, а продукцию из молока. У нас эти темпы и эти задачи. И темпы уже мы набираем, и задачи мы реализуем, ещё раз подчёркиваю. Но, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Поэтому, конечно, мы здесь ждём инвесторов. Мы ждём инвесторов, потому что в этом случае мы справимся много быстрее с этими задачами. Краснодарский край – один из лидеров агропромышленного комплекса России. Сегодня регион производит порядка 7% всей сельхозпродукции в стране. Так только в этом году на Кубани собран рекордный урожай – более 15 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Этот результат стал возможным в том числе благодаря существенной господдержке отрасли. Объём государственной поддержки для сельхозпроизводителей общая поддержка составляет порядка 9,3 миллиарда рублей. Мы поддержим основные наши направления. Это связано с развитием животноводства. Поддержим также наших начинающих предприятий. Это кооперативы, фермеров, где субсидии у нас превышают более 2 миллиардов рублей. Мы субсидируем животноводство, садоводство, пищевая переработка. И, конечно, одно из важных направлений, которым мы сейчас заняты, это виноделие и виноградорство. Современное сельское хозяйство сегодня невозможно без сохранения плодородия почв, уверен губернатор. Новый тренд поддерживает аграрии, выбирая вместо химических удобрений биопрепараты. Сегодня нужно сбалансировать интересы бизнеса и возможности земли. Земля, она не безгранична. Мы сегодня должны говорить, в том числе и о органическом земледелии. Тоже важная составляющая для инвестирования. Это биопрепараты, по большому счету. Это биотехнологии. Это экологически чистая продукция, экопродукция. Она тоже сегодня востребована рынком. Поэтому это тоже важная составляющая для инвесторов, которые хотят инвестировать в Краснодарский край. А здесь мы находимся, может быть, только еще на старте. Поэтому, если говорить о биотехнологиях, говорить о биопрепаратах, говорить о биоодобрениях, говорить про экологически чистую продукцию, нам нужны партнеры. Партнеры, в том числе и из Германии. И продукция, которая у нас будет экологически чистая, она будет востребована, я уверен, европейскими странами. Это тоже важное направление развития сельского хозяйства, его устойчивость. В ходе разговора региональным властям были предложены проекты, ориентированные на экологичность. Немецкая страна отмечает, в Краснодарском крае большой потенциал для развития российско-германских отношений. Из-за ковидных каникул изменились графики работы многих организаций. Так, в МФЦ города просят тех, кто записался на прием, повторно пройти процедуру предварительной записи на новые даты. Сделать это можно по телефону или на едином портале МФЦ Краснодарского края. В многофункциональных центрах можно также пройти перепись населения. Для этого в организации отвели даты 2 и 3 ноября. В это время на участках будут находиться только переписчики и волонтеры. А вот с 4 по 7 ноября – выходные дни. С 8 ноября филиалы МФЦ продолжат работу в штатном режиме по стандартному графику работы. Найдите время принять участие в процедуре, так как результаты переписи открывают перед Краснодаром большие возможности. Чем больше нас прорегламентируется, тем лучше для нашего города, комфортнее для нашего города. И мы получим совершенно другие финансовые вливания от России, для того, чтобы у нас были прекрасные дороги, условия замечательные, зон отдыха и так далее. Пройти перепись можно разными способами. Первый – это самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг. Второй – как я уже говорил, в любом МФЦ. И третий вариант – дождаться переписчика у себя дома. И о важности переписи говорили сегодня в администрации краевой столицы. Исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко на совещании отметил, что жители Краснодара активно принимают участие в процедуре. Эти обороты избавлять нельзя, добавил он. Ведь от итогов переписи зависит комфорт каждого горожанина. В понедельник мы посмотрим на результат. Динамика на сегодняшний день и цифры абсолютно не есть. Посмотрим, как они изменятся. Объективная цифра позволит городу Краснодару выйти на новый уровень. Потому что 1 миллион 700 тысяч, пока предварительная цифра, эта цифра вводит город Краснодар в один из крупнейших городов нашей страны. Я обращаю ваше внимание, коллеги, что это наш экзамен на профпригодность, если хотите. Если мы не справимся с задачей, которую нам поставил губернатор. До конца переписи остались две недели. Чтобы процедуру прошли как можно больше краснодарцев, Андрей Алексеенко поручил организовать городской штаб. А еще закрепить за каждым сотрудником администрации округа для подсчета жителей. А также привлечь к этой работе сотрудников МВД, ТСЖ и управляющих компаний. И снова о новых антиковидных ограничениях. Они коснулись и культурного досуга в Краснодаре. Так, например, с 1 ноября зрителям старше 18 лет для посещения площадок творческого объединения «Премьера» необходимо иметь с собой QR-код сертификата вакцинации либо медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или документ о выздоровлении. Также ковидные каникулы повлияли на репертуар заведения с 30 октября по 7 ноября. Показ симфонического шоу во Дворце искусств «Симфония Голливуда» перенесли на 9 и 10 ноября. А премьеру новой программы вокально-хореографического ансамбля «Родник» с 6 ноября передвинули на январь следующего года. В новом театре «Кукол» спектакли «Сказки грим» «Щелкунчик» и «Мэри Поппинс вернется» можно будет увидеть только в январе следующего года. Как сообщили в пресс-службе премьеры, все билеты на перенесенные концерты и спектакли остаются действительными. Спасибо, что остаетесь с нами и мы продолжаем. 15,5 миллионов тонн в Кубанском Каравае. В этом году в регионе установлено сразу несколько рекордов. Например, пшеницы намолотили больше 10 миллионов тонн. И это несмотря на то, что аграриям пришлось нелегко, погода была не самая благоприятная. Тружеников села в день урожая поздравили губернатор и председатель ЗАГС Собрания. Мой коллега пообщался с комбайнерами, водителями и фермерами и узнал, в чем секрет таких результатов. За рулем грузовика Вячеслав Титаренко почти 30 лет свое достижение рекордом не считает. Просто работает. И за дня в день с поля на ток и обратно. В страду почти без выходных. И другой работы для себя не представляет. Сначала на газончике, потом на зелу. Потом получил вот тот сельхозник и вот это вот, три года на этом. Дальнобоем, ну не получилось. Была мысль уехать, пойти на дальнобой, но не получилось. Здесь нормально. Водители, поливальщики, комбайнеры, они никогда о своем нелегком труде не говорят в красках. Скромно рассказывают биографию и называют огромные цифры их достижения за год. Вот это ничего такого секрета никакого нет. Главное слушаться начальству. Вот у нас агроном. Все благодаря ему. Таких тружеников села каждый год честуют в Краснодаре. По итогам битвы за урожай глава региона вручает благодарности и региональные награды. Спасибо, говорят тем, кто внес свою лепту в кубанский каравай. В этом году новый рекорд. Впервые в истории зерновых, зернобобовых и риса собрали больше 15 миллионов тонн. 15,5 миллионов тонн. Зерновых, зернобобовых, кукурузы, риса. Но это небывалый, конечно, урожай. Можно говорить о многих слагаемых сегодняшнего вашего успеха. В целом агропромышленного комплекса края. Самое главное. Люди, которые живут и работают на селе. И то, что сегодня рекордный урожай, рекордный, это благодаря, конечно, вам, тем, кто сегодня и подарил стране такой рекордный кубанский урожай, который своим, на самом деле, тяжелым, именно тяжелым трудом создает историю нашего края, аграрную историю. Вам честь, хвала и почет. Низкий вам поклон от всех нас. Я хочу сказать слова благодарности за ваш труд. Наши хлеборобы, как олимпийские чемпионы, с каждым годом повышают планку и достигают результата. Этот год не стал исключением. Вы добились высокого результата и показали, что вы настоящие профессионалы своего дела. И цифра 15 миллионов 500 тысяч тонн – это ваша заслуга. И показатели сельского хозяйства, очень высокие показатели, несмотря на очень сложные турбулентные процессы в экономике, безусловно, это заслуга вашего труда. Это благодаря тому, что используется новая техника, современная, используются современные технологии, но нельзя не сказать, что в том числе это благодаря вниманию органов государственной власти, ведь на поддержку села в этом году было направлено около 9 миллиардов рублей. Благодарность кубанским аграриям передал и полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Ее зачитал главный федеральный инспектор Алексей Ермаков. В целом по Краснодарскому краю урожай основной культуры, а зимой пшеницы – самый большой за всю историю Кубани – 10 миллионов 612 тысяч тонн. При этом зерна самого востребованного третьего-четвертого класса больше 90%. Глава региона отметил, что эти достижения стали возможны в первую очередь благодаря людям, которые, несмотря ни на что, при любой погоде снова и снова выходят на работу в поле. Если честно, неделя такая была, она сумасшедшая. Устал. А я, знаете, о чем подумал? А как же вы устаете только весь год? Бессонные ночи. Как я сказал, без проходных, без выходных, без отпусков. Даже на здоровье время не находите. И добиваетесь такого результата. Знаете почему? Потому что, наверное, мы такие люди. Люди, которые живут на Кубани. Вот ради этого самого результата, ради благополучия, наверное, несколько своего, а тех, кто рядом, готовы идти до последнего. Потому что такие люди живут на Кубани. Сегодня в аграрной сфере важен не только самоотверженный труд. Огромную роль играет и то, как сеют на бескрайних полях. Если еще 10 лет назад 35-40 центнеров с гектара оказались какой-то астрономической цифрой, то теперь в хозяйствах выходят на цифры 70 и 80. Во многом такие успехи – результат слаженной работы агрономов и селекционеров. Большинство полей в крае теперь засеивают местными сортами и пшеницы, и других культур. Кубань снова подтвердила статус гаранта продовольственной безопасности России и житницы нашей великой страны. Эти рекордные урожаи – это благодаря, в том числе, тому, что мы практически полностью, полностью перешли на очищенную селекцию пшеницы, нашу селекцию. Это, конечно, благодаря нашим ученым-селекционерам. Ни одно поколение работало, кропотливо работало, в том числе и над сегодняшним результатом. Я могу смело сказать, что наши селекционеры, кубанские селекционеры, российские селекционеры пшеницы – самые сильные в мире. Салаговой кубани подтверждают и успешные хозяйственники. Без науки сегодня не начинается сев. Ученые сопровождают все стадии роста зерновых. По их советам проходит и уборка. Мы работаем с наукой. И вот того, какие рекомендации он дает, значит, как мы выполняем. И в итоге получается, что все, мы находимся на правильном пути. Всю жизнь я проработал в колхозе, думал, что я много знаю. Оказывается, я ничего не знаю. Первый раз мы получили урожайность аж 37 центнеров с гектара. 37 и 87. Есть разница. Потом я понял, что так работать нельзя. Значит, надо, чтобы кто-то тебе подсказывал. Важную роль в рекордном урожае сыграла и техника. Выйти в поле без поломок и пройти всю страду без сбоев позволили современные комбайны, которыми управляли умелые руки профессионалов. Один из рекордсменов, например, на показатель в 2600 тонн, вышел благодаря тому, что свою рабочую лошадку перебрал сам полностью от мотора до жатки. Понравилась мне эта профессия. И вот продолжаю. Тут до пенсии немножко так продлили молодость. Еще пару лет, я думаю, еще потрудимся. Лучших тружеников поля наградили медалями и дипломами. А пятерым чемпионом жатвы, намолотившим на своих комбайнах от 1 до 6 тысяч тонн зерна, вручили автомобили. Я с 7 класса работаю. С 12 лет штурвальным. Потом армия два года. После армии комбайнером. Кроме пшеницы и риса, рекорды и в других отраслях растеневодства. Более 1 миллиона тонн подсолнечника, 180 тысяч тонн винограда, сахарной свеклы почти 10 миллионов тонн. Несмотря на плохую погоду, добились результата и овощеводы. У них в копилке 800 тысяч тонн. В Краснодаре прошла благотворительная ярмарка «Сундучок помощи». Организатором выступил фонд «Кубанская семья». Каждый желающий мог принести вещи в пункт приема, а также выбрать для себя и своей семьи одежду, обувь и текстиль. Данный проект направлен на поддержку многодетных, малоимущих, а также семей с детьми-инвалидами. Вещи отдавались бесплатно. Мы нашли школьные и куртки. У нас трое деток. Это очень большое подспорье для семьи. Это такая акция взаимопомощи, когда от мамы к маме передаются вещи, пригодные для носки, хорошего качества. Мы все эти вещи принимаем, сортируем, стираем, сушим. И то, что вы сегодня видите, эти вещи уже готовы к носке. Они чистые, отпаренные. Поэтому мамы очень рады, что есть возможность делиться. Дети очень быстро растут. И то, что не нужно мне, например, как многодетной маме, нужно кому-то другому. «Сундучок помощи» оказался востребованным среди жителей Краснодарского края. Всего за время реализации проекта принято и передано семьям Кубани более 50 тонн вещей. Если вы тоже хотите принять участие и помочь нуждающимся семьям, приносите вещи по адресу улицы имени Крупской, 103. Пункт приема работает по средам и субботам с 10 утра до 3 часов дня. Больше 2,5 километров рельсошпальной решетки в обоих направлениях уложили на улице Московской. Сейчас на месте стройки новой трамвайной ветки выполняют сварку стыков, балансировку пути и приступают ко второму этапу строительства подземных пешеходных переходов. Также специалисты ранее переустроили 340 метров разворотного кольца. Работы выполнены почти на 70%. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства отставаний по графику не ожидается. Всего до конца этого года планируют уложить 5 километров трамвайной линии. В эту среду телеканал «Краснодар» покажет в прямом эфире очередной матч баскетбольного Еврокубка, в котором «Локомотив Кубань» на домашней арене сразится с французской командой «Метрополитен-92». Железнодорожники, вернувшись из Литвы после победного матча над «Литкабельсом», приступили к тренировкам. Перед этим каждый из игроков прошел тестирование, где тренерский штаб определил его функциональную готовность. Ждем эту команду. В прошлом сезоне мы уже с ними играли. Конечно, да, состав поменялся, но если судить по прошлому сезону, то у нас с этой командой матчи были такие напряжные. И в этом сезоне они хорошо играют. И мы сейчас после двух побед тоже продолжаем набирать форму в хорошем ритме. У нас есть время, чтобы подготовиться. Сейчас баскетболисты активно занимаются в тренажерном зале и отрабатывают игру на площадке. Как играть, чтобы победить соперника, рассказал главный тренер краснозеленых. Под кольцом не давать свободно атаковать, из-под кольца легкие мячи убрать, контролировать подбор. Ну и со снайпером играть ближе, заставлять атаковать с сопротивлением, навязать физическую борьбу, играть в командный баскетбол. Трансляция матча будет только на нашем телеканале, так что не пропустите. Включайте главный городской 3 ноября ровно в 19.30. Сразу после выпуска новостей. Вместе поддержим краснозеленых. До плюс 19 градусов тепла прогреется воздух во вторник в краевой столице. Такая комфортная температура продержится до четверга, а затем на пару градусов станет прохладнее. Завтра днем, правда, синоптики обещают небольшой дождь. По их же прогнозам, распогодится уже к обеду. Пасмурно будет в остальные дни, но осадки в планы небесной канцелярии не входят. Также тепло будет и ночью. Столбики термометров в ближайшие дни опустятся максимум до плюс 8 градусов. А теперь новость, которая совершенно не сочетается с прошлым сообщением. В то время, когда тепло из города уходить не торопится, в парке Краснодар уже готовится к Новому году. Сегодня там были замечены рабочие, которые распутывали длинные гирлянды. Эти светящиеся лампочки по традиции украсят деревья парка. Чем в этот раз удивит команда Сергея Галицкого, узнаем примерно через две недели. Предполагается, что примерно к середине ноября все будет готово. Это были новости на Главном городском. Еще больше информации на нашем сайте tvkrasnodar.ru и в мобильном приложении телеканал Краснодар. До скорой встречи в эфире.